Итак, давайте еще раз сформулируем задачу, которую мы сейчас собираемся решать. Она настолько важна для линейной алгебры, что я предпочитаю формулировку с нуля повторить. Итак, у нас есть пространство, которое мы обозначили P3, всех многочленов степени не выше третьей с вещественными коэффициентами. Вот эти числа вещественные, это вот так обозначает, принадлежит R, принадлежит множеству вещественных чисел. Вот, и мы не будем предполагать, что А3 равно единице. То есть сейчас мы рассматриваем всевозможные вот такие функции, функции, которые являются многочленами третьей степени. Но каждая из них может быть изображена графиком своим. Вот этот типичный график кубического многочлена выглядит вот таким образом, хотя тут возможны разные варианты. Бывают многочлены кубические, которые будут монотонными. Бывают в одну сторону ветки, в другую сторону ветки направленные. Ну и кроме того, так как у нас здесь многочлены не только третьей степени, но также и второй, первый, нулевой, то среди графиков соответствующих функций у нас появляются знакомые со школьной парты параболы, прямые линии разные, и в том числе прямые линии параллельные оси абсцисс, которые обозначают просто константы. То есть когда все коэффициенты 1, А2 и А3 все равны нулю одновременно, тогда это просто константы. Вот. И в этом пространстве можно указать конкретные 4 многочлена, через которые все остальные выражаются линейным образом. Что значит линейным образом? Мы можем многочлен умножить на вещественное число. От этого график, с графиком что произойдет? Но он растянется, либо наоборот сожмется в соответствующее число раз, и может быть еще перевернется, если вещественное число было отрицательным. Ну а с коэффициентами, значит, на уровне коэффициентов, это просто означает умножение каждого из коэффициентов многочлена на соответствующее вещественное число. Вот. И я даже в прошлый раз выписал аксиомы линейного пространства, 8 принципов умножения многочленов на вещественные числа, которые, значит, соблюдаются очевидным образом в нашей ситуации. И если теперь заменить многочлены на какие-то абстрактные, еще неизведанные объекты, но при этом эти неизведанные объекты можно складывать и вычитать друг с другом, а также умножать на вещественные числа по упомянутым в прошлый раз 8 правилам, то речь идет об абстрактном линейном пространстве, которое можно изучать с той же степенью успешности, с которой мы сейчас изучаем многочлены. Но пока давайте заниматься многочленами. Итак, есть 4 многочлена конкретных, а именно многочлен тождественно равный единице, многочлен, который является просто функцией x, то есть имеет график, давайте их нарисуем вот здесь, нанесем их графике. Значит, многочлен тождественно равный единице, это вот такой вот график. Дальше многочлен x, это график такой функции f равно x, то есть y равно x. Далее x квадрат и x кубия. График x квадрат всем хорошо известен из школы. Вот он, парабола. И, наконец, x квадрат выглядит некоторым более хитрым образом. Вот, он там, значит, он у нас, ну вот так вот в общем идет. Вот, и любой многочлен третьей степени может быть выражен с помощью линейной комбинации вот этих четырех многочленов. Линейная комбинация, это означает, что мы каждый многочлен можем умножить на число и потом все сложить. Ну, собственно, вот эта вот запись, стандартная каноническая запись многочлена, как его записывают через переменную x. Это в точности и есть разложение произвольного многочлена по вот этим четырем многочленам 1, x, x квадрат и x кубия. И видно, что если такое разложение, ну, такое разложение равно нулю, только в том случае, если все четыре вот эти вот коэффициенты равны нулю. Вот, значит, эта ситуация носит название базис. То есть вот эта вот группа многочленов называется базисом в пространстве всех многочленов степени не выше третьей. То есть условие какое, что любой многочлен степени не выше третьей должен быть единственным образом выражен через эти четыре с помощью каких-то коэффициентов А0, А1, А2 и А3, которые являются вещественными числями, которые просто домножаем на эти многочлены и складываем. Вот, так же мы строили разные другие базисы в этом пространстве. В частности, решая задачу интерполяции, мы для любых четырех точек напрямой построили специальный базис φ1, φ2 от х4 многочлена строили со следующим свойством. Каждый из этих многочленов в точке с соответствующим номером равен единице, а в остальных равен нулю. Ну, каким-то вот таким образом это получалось. Вот один график, вот там, скажем, я условно рисую. Это зависит от расположения точек, как эти графики будут идти. Но неизменно ли что, что каждый из этих четырех многочленов в соответствующей единственной точке равен единице, в остальных должен быть равен нулю. Ну, а чему он равен во всех остальных, при всех остальных значениях х, это просто мы не знаем. Этого мы не знаем. Вот, это зависит от конкретных точек. Ну, и здесь тоже, значит, вот он как-то так идет сюда. В общем, получается, у нас четыре вот таких вот графика, соответствующих этим многочленам. И в интерполяционной формуле Лагранжа устанавливается, что любой многочлен степени не выше третьей выражается единственным образом в виде линейной комбинации вот таких. И более того, удобно то, что коэффициентами при этом являются значения многочлена, которые мы раскладываем в соответствующих точках. То есть f от x равно числу f от x1 умноженному на φ1 от x плюс число f от x2, значение, что это за число? Это значение многочленное f в точке x2 умножить на φ2 от x плюс число f от x3 на φ3 от x плюс число f от x4 на φ4 от x. Здесь вот это функции, а вот это вот числа. И такое вот выражение мы получили. Оно удобно, более удобно, чем это, потому что здесь по коэффициентам не сразу угадываются значения, нужно их пересчитывать. Вот, то есть у нас уже есть два разных базиса. Вот такой базис и вот такой. Причем такой базис, этот базис построен по четырем конкретным точкам, выбранным напрямую. А если я какие-то другие точки выберу, выберу какие-то точки там y1, y2, y3 и y4, то с помощью соответствующей процедуры такой же я получу новый базис c1 от x, c2 от x, c3 от x, c4 от x, который будет построен в точности по той же самой схеме, которую мы использовали при установлении интерполяционной формулы Лагранжа, только в соответствии с этими точками. То есть вот этот многочлен равен единице в точке y1 и нулю вот в этих трех. Этот равен единице здесь и нулю в этих и так далее. Вот. И еще на самом деле есть еще тоже довольно часто используемые базисы в этом пространстве. А именно мы можем пересчитать многочлен пересчитать. Вот мы здесь написали в этом обычном выражении. В этом обычном выражении участвовали 1, x, x2, x3. И это соответствовало тому, что мы, когда мы так записываем, мы можем изучить поведение вокруг нуля, как себя ведет многочлен, вокруг нуля изучать поведение. Вот такой вот базис удобный, потому что значение в районе точки 0 задает вот этот вот коэффициент. Дальше что задает вот это вот второе слагаемое? Второе слагаемое на самом деле задает наклон многочлена в этой точке, в точке 0. Ну и 3, 4 слагаемые на самом деле это производные, с точки зрения некоторых нормировочных коэффициентов, это производные этого многочлена В точке 0. Мы в тот раз выводили формулу производной для x в n. И на основании нее f' от x из того выражения будет равно a1 плюс 2a2 умножить на x плюс 3a3 умножить на x квадрат. Ну здесь я пользуюсь свойством производной, что когда вычисляешь производную от суммы двух функций, это будет сумма производных от этих функций. И если функцию умножаешь на число, то производная тоже умножается на число. Это такие совершенно очевидные свойства, которые описаны во всех книгах. Ну и кроме того, просто визуально ясно, что если график растягиваешь в лямбда раз, в какое-то количество раз, то и наклон его, тангенс с угла наклона в этой точке, тоже увеличивается в соответствующее количество раз. Но иногда интересно изучить значение многочлена, а также всех его производных в какой-то другой точке. И тогда желательно переписать тот же самый многочлен f' от x, который равен a0 плюс a1x плюс a2x квадрат плюс a3x в кубе, переписать в другом базисе с помощью каких-то других коэффициентов, как b0 плюс b1 на x минус a в квадрате плюс b3 на x минус a в кубе, где a это изучаемая нами сейчас точка. То есть если нам очень интересно поведение именно в точке a, то само значение в точке a это будет b0, производная в точке a будет b1, вторая производная будет равна 2b2 и третья производная в точке a будет равна 3b3. Вот. И чтобы изучать их сразу, так сказать, через эти коэффициенты, то полезно переписать многочлен в таком виде. А это что такое? Это не что иное, как выражение, разложение нашего многочлена по новому базису. То есть по фактически тем же самым функциям, только сдвинутым, сдвинутым в точку a. Мы рисуем точки a, ну, константа останется константой. Вместо x появится x минус a, график, вместо вот такого получится вот такой. Потом, значит, x минус a в квадрате и x минус a в кубе. Вот. Так вот, теперь формулируем вопрос. Видно, что во всех базисах, которые нам пока встречались, ровно 4 многочлена, ни больше, ни меньше. Вопрос. Существует ли 3 каких-нибудь многочлена, через которые линейно выражаются все многочлены степени, ни выше 3? Существуют ли многочлены 3 или даже, может быть, 2 или там 1? Ну, про 1 и про 2 довольно просто это доказать прямо в лоб, как говорится. Вот. Значит, итак, существуют ли многочлены h1 от x, h2 от x и h3 от x? Такие, что для любого многочлена f от x существуют числа лямбда 1, лямбда 2 и лямбда 3. Такие, что многочлены f от x в точности равняются лямбда 1 h1 от x плюс лямбда 2 h2 от x плюс лямбда 3 h3 от x. Ну, кстати, если бы существовало меньше, чем 3, то мы добавили бы сюда произвольные трети и многочлены, просто лямбда 3 положили бы равным 0. То есть задача, если мы докажем, что не существует 3, то тем самым мы докажем, что и через 1, и через 2 тоже не могут быть выражены. Все многочлены степени не больше 3. То есть вопрос такой, верно ли, что 4 это какая-то фундаментальная константа для вот этого пространства многочленов в степени не выше 3? Или на самом деле просто мы какие-то неправильные базисы рассматривали, слишком длинные, в них всех 4 было элемента, а на самом деле вот надо было поумнее быть, и мы бы нашли всего 3 функции, через которые все многочлены выражаются. Всего 3 графика, через которые можно все графики многочленов, соответственно, выразить с помощью линейных комбинаций. Вот этот вопрос мы с вами на этот вопрос ответим, причем ответим на него отрицательно.